Начну с того, чем я окончил. Ленорм-группа позволяет нам восстановить правильную структуру сингулярности в решении, если есть. Плантовая теория поля — это ультрафиолетовая и инфракрасная. Ну, скажем, теория фазовых переходов — это инфракрасная. По-разному бывает. Но, значит, связи с никакой бесконечности квантовой теории поля, например, прямой, нет. Это я постарался объяснить. И мы имеем дело как со струйственными решениями. Ну, вот оказывается, однако, что в квантовой теории поля — это сумма логарифмов первого лета — всегда есть неизбежно полюс. И тогда приходится изобретать способ. Я вот устраивал, объяснял аналогию с результатами решёточных вычислений. И вот здесь существует простой и, можно сказать, красивый, и даже элегантный способ, не вводя новых параметров, а только через аналитичность следующей исключенности, избавиться от этой проблемы. Вот это вот рецепт в соответствии с обычной теорией измущения. Реноргу по улучшению вот этим условиям достигается. Вы опираетесь на рынок улучшенную историю помещения, скажем, геометическую параметию в одной петле. Ну и поэтому, скажем, если у вас здесь идёт разложение по логарифмам, то когда вы ставите сюда логарифм и числитель, тут тоже возникает логарифм. Плюс некоторые числа. И вот это как... А почему должна эта константа связи аналитической функции? С какой стати? А я отвечал уже. А я только приехал. Я повторю. Значит, что касается квантовой электродинамики, там всё до слёз просто, потому что это логарифм и константы амплитуды фотонного пропагатора. От неё доказано представление члена. Аналитичность следующей спричинности. Нет, всё-таки константы не связываются с пропагацией. В квантовой электродинамики бегущая константа – это есть произведение альфы на поперечную амплитуду. Я согласен. А что касается общего случая, то читайте хорошие книжки, вот наши толстые в частности. Ну и, в общем-то, есть тонкая книжка «Пантовый поля» тех же авторов. То там мы должны строить эффективную константу или её квадрат. Альфа мы обычно называем в прибровочных теориях G-квадрат. как произведение константы связи на некоторую вершину и на как произведение скалярных амплитуд пропагаторов, входящих в эту вершину. Это идёт всё из дайсиновских правил переномеров в квантовой теории. Ну вот, скажем, если я на трёхгалионной вершине буду строить в КХД, когда я должен взять трёхгалионную вершину, скалярную функцию, там будет матричная структура, цветовая и прочее, гёрнца, я её вытащу. И здесь будет Q1, Q2 и Q3 сумма ровно нулю. А независимых скалярных аргументов будет Q3, Q1, Q2 и Q3. И вот это, значит, я отсюда сейчас буду получать, я вижу, как вот эту вот вершину. Затем на каждый из входящих концов следует корень из пропагатора, из амплитуда пропагатора. Ну а для квадрата выражение получается проще. Там всё возводится в квадрат, значит, стоит альфа, потом квадрат — это вершина. И просто произведение этих функций, уже не корней. Но у них аргументы будут. Потому что это функции всего одного аргумента. Или... Вот вы должны взять для диапазон с инаковыми аргументами, а вот тут создать некоторую искусственную комбинацию, не входящую, скажем, уравнение Дайсон и Швейнбера. Либо их приравнять, и обозначить вот такой квадрат, либо их приравнять с некоторыми коэффициентами, ну, не слишком означающимися до единицы. То есть, в логарифмическом смысле, когда у меня возникают вот эти сложные трёхаргументы образования, скажем, логарифмические асимплотики, то тогда появится логарифм числа, логарифм квадрат, и вот этот произвёл, связанный с числами. Его можно, скажем, здесь как-то отметить, как мы выбрали вот эти два числа, но он будет эквивалентен к переходу в другую схему перенормировок. То есть, одна функция будет переходить в другую, ну, большими подстановками. Так что в логарифмическом смысле они все эквивалентны. И вот что надо доказать для того, чтобы оправдать гипотезу об аналитичности вот этой функции, это надо доказать, что по отдельности в каждой из этих множителей вершина и пропагаторные методы вытворяют представление члена Лемона. Вот как я говорил до обеда, для пропагаторов это известно, это представление Лемона, а для вот таких симметризованных вершин это теорема Тодорова, которая опубликована в виде приложения в нашей статье с Юрием Павловичем Геннсбургом в Литве в 65-м году. 66-го, я проверю. Ну вот 66-го, тем более. Так что это не гипотеза. Гипотеза заключается в том, вот здесь гипотеза и место, которое подвергалось во время обсуждения, поскольку впервые это было сделано на примере и по динамике, в работе Галю, Глубунова и Ширкова, в 59-м году. Вот то, что я сейчас рассказываю, это вклады уже 90-х годов, в квантовую формодинамику, а в электрикнамике, это старое дело. Значит, это вот эта танзация. Я здесь беру в точности засыпку из Ренор-группы улучшенной теории взмущения. Я мог бы там, например, добавить некоторые куски неаналитичные по Альфе. Вот подобный тон неаналитический, который не раскладывается в ряд. То есть тут есть некоторые анзации. Но это минимальная анзация. Мы называем эту конструкцию минимальной амалитической теорией. Она не вводит новых параметров. Ну и вот следующая картинка. Вы видите, что если я вот в лямбда-параметризации нарисую, то у меня просто вычетный полис, тут нет нового параметра. И вот у этой формулы есть важное свойство. Она конечна в нуле. Значит, я могу пройти. С какой стороны у меня? Кого я ослеплю? Куда? Назад не играет, да? Хорошо. Второй сначала. Да-да-да. Вот теперь посмотрите. Давайте я Q-квадрат буду стремить к нулю. В обычном выражении вот в этом в точке лямбда низкоиногетический где модуль Q порядка лямбда это 350 мэф вполне физическая область. У меня здесь полис. А дальше, конечно, вот от единственного алгоритма изменит знак. До нуля я могу подойти. Уже снизу это будет отрицательная величина. А вот если этот полис... Ну, это результат вычислений по теореме Коши. Первая функция. Ну и тогда, когда я подхожу к нулю, логарифм бесконечный, хотя я отрицательный. Значит, единица на него ноль. Тут ноль. Это единица. И вот предельное значение. Значит, вместо вот этого у меня здесь непрерывная функция на месте старого полиса. А нулевое значение это единица на бета ноль. Если взять количество ароматов, равное трем, вот самый низ, тогда это будет примерно 1,4. Четыре десятых. Продолжение следует...